Этот я вчера принёс, а вот тот неделю тому назад. А там ещё один знак был. Поворот набрал, запрещу. Его вообще украли. Юрий Новиков, житель дома на Первом Балашовском переулке, собирает дорожные знаки не для коллекции, а в целях благородства. Я принёс, чтобы отдать дорожникам. Проезжаю здесь, валеный был знак. Тот стоял, а этот валеный был. Пара дней проходит, проезжаю и того, и того нет. Пустая лунка. Именно здесь должен находиться стоп, запрещающий проезд в эту сторону знаком. Несколько месяцев назад прокуратура выдала предписание городской администрации сделать эту дорогу односторонней для движения, так как ширина проезжей части не соответствует нормативам. Но кое-кто с этим решением явно не согласен. Карета скорой помощи едва разъезжается с самосвалом. Далее несколько легковых автомобилей создают аварийную ситуацию. Всё это происходит на участке дороги шириной чуть более пяти метров, которые почти полгода назад сделали односторонним. Но предупреждающих и запрещающих знаков теперь нет. И кто будет виноват в ДТП, тоже непонятно. Кирпичи на столбах тут появляются, а потом таинственно исчезают. Наш предположение – это товарищи, которые живут в этих домах новоявленных. Им очень хорошо здесь ездить. А не знаю. Мы не знаем. Но в принципе против этого не только мы высказывались, но и улица Маркина. Это единственный путь для двух тысяч человек. Более двух тысяч жителей нового микрорайона против трёх десятков жителей многострадального переулка. Последним иногда не выйти из дома. Того и гляди, попадёшь под колёса. Ну как у них нет дороги? Альтернатива кругу. Мы же не на болоте живём. В городской администрации с такой позиции согласны. Чиновников возмущает кража дорожных знаков. Уже готовы установить дежурство, вести круглосуточное наблюдение. Параллельно идёт работа по созданию альтернативной дороги для жителей микрорайона. Прорабатывается вопрос о введении одностороннего движения по второму Балашовскому. Первое очередное мероприятие мы включили, во-первых, эту дорогу в перечень дорог. Она раньше не являлась такой. Сейчас мы её включили в перечень, закрепили за администрацию её документально. То есть уже теперь мы можем принимать какие-то меры. Сроки сейчас не озвучу, потому что это решается не единолично, а это решается на комиссиях по безопасности. На карте города второй Балашовский переулок идёт параллельно первому. Казалось бы, вот они, разные пути разъезда для соседних кварталов. В реальности пока всё выглядит не так идеально. Мы ничего не видим. Видим заросшими камышами, ухабы. Соответственно, по этой дороге вообще не предназначено для езды. Что говорить о проездах, если вокруг микрорайона нет даже тротуаров, возмущаются жители новостроек, которые ежедневно гадают идти на работу, либо в самим целях безопасности вести детей в школу. Как перейти? Ну давайте мы перейдём. Вот едет машина, а что нам делать? Всё. Других вариантов нет. Вместо микрорайона с развитой инфраструктурой болевает точка на карте Астрахани. И для жителей, и для администрации. Пока дорожные одеяла тянут представители всех трёх сторон, неизвестно, сколько ещё знаков в пользу администрации соберёт благородный Юрий Новиков. Артём Лепёхин, Руслан Асанов, Руслан Срывченко, Центр новостей.